Здравствуйте, друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Иванова Live. И мы на кухне у нашей дочери на другом континенте. И поэтому, как мы говорили, кто первый раз, если попал на наш канал, немножечко расскажу, что у нас канал не о готовке пищи. У нас разные плейлисты. Кому что интересно, заглядывайте в плейлисты. И сегодня мы готовим суп, который называется брокколи чеддер. А дочь я его кушала в панели Брэд и поделилась со мной рецептом. А мы его раз готовим, то, естественно, я делюсь просто с вами рецептом этого супчика. Если кому-то это пригодится, буду очень рада. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. Сейчас, для начала, что я приготовила для этого рецепта, я постараюсь под видео написать состав продуктов. Но сейчас я вам расскажу. Два стакана молока 4-х процентного, два стакана бульона куриного. Видите, какой он насыщенный довольно-таки. Теперь здесь у меня 1 четвертая стакана муки и 1 четвертая стакана растопленного масла. Здесь вот также 1 ложка масла сливочного. Это для лука, для обжарки лука. Лука я сразу скажу, взяла пол луковицы. Это здесь лук очень крупный, 250 грамм пол луковицы. Соль, перец по вкусу, 2,5 стакана сыра. Мне нужно будет брокколи. По-моему, 1,5 стакана, да. 1 стакан морковки и 2 стебелечка, 1 малепусенький сельдерея. Ну, это, я думаю, для того, чтобы какой-то вкус был. Он придаст какой-то вкус. Сейчас мы измельчим луковицу помельче и будем ее обжаривать вот на этой ложечке маслица. Масло растопили. Кладем лук в сковороду и, помешивая, обжариваем до золотистого цвета. Выливаем в кастрюлю масло. Запах холодный. Да, масло сливочное. Теперь сюда же высыпаем муку и помешиваем ее непрерывно. Нам надо, чтобы она с маслом размешалась. И сюда нужно добавить 2 столовые ложки молока. Вводим в кастрюлю молоко и промешиваем это. Не знаю, как показывать. Ну, в общем, нам надо загустить молоко. Да, я думаю, все поняли. Давай, говори. В общем, я нагреваю молоко. О, какая масса интересная. Здесь какая у нас загустела, конечно. Сейчас молоко бульками у нас... Хотела сказать нехорошее слово. И мы добавим сюда бульон. Сейчас прогреется хорошо. Видите, я взяла венчик и прям венчиком в кастрюле. Венчик такой мягенький. Все, неси бульон. Так, вводим бульон. Извиняюсь, если вам что-то не видно. И промешиваю тоже. Что-то мало супа получается. Внутри тарелки хватит. Мы голодные все. Тебя, я думаю, вкуснее, чем в панере будет. Да? Да. Так, все у меня там размешано. Однородная консистенция. Сейчас мы будем класть туда овощи, да? Угу. Масса в кастрюле должна готовиться 20 минут. Я должна тем временем порезать морковь. Я ее порезала на кружочки, потому как это блюдо можно блендером потом перемешать. Будет крем-суп, да? Да. А можно и так покушать. Что как хочет. Я говорила, сколько у меня моркови. Морковь у меня 150 грамм. Кстати, вот я говорила. Измельчаем брокколи. Морковь, брокколи и осталось мне нарезать сельдерей. Кстати, хотела заметить, такие все продукты, можно в принципе их и в России найти, да? Нету. Ну что, да? Ничего такого нету. Измельчаем брокколи. Замурского. Замурского. Да. Начинаем вводить овощи. Так, морковь, брокколи, лук. Как красиво выглядит. Из сельдерей. Соль, перец мы добавляем в концы по вкусу. Я думаю, как закипит. Сейчас мы это все, этой массе дадим закипеть сначала. Значит, у меня кипит. Почти готово. Солим по вкусу. Так что смотрите сами. И перчим тоже по вкусу. Так, овощи мягкие, почти готовы. Теперь высыпаем сюда сыр. Как все неудобно. Надо же помешивать. Показывать еще надо. Ну, чтобы видно было. Перемешиваем сыр. И выключаем. Хотели перемолоть блендером. Ну, решили крем-суп не делать. Будем кушать так. Все? Все готово? Да. Все будем кушать. Мам, можешь видео с ним. Вообще, я в Панаре ела. И там меньше были кусочки. Но я думаю, это вкуснее будет гораздо, чем в Панаре. Потому что есть свежих продуктов. Там. Ну, откуда мы знаем, что там кладут? Нам прям показывают, что они будут класть. Да, мы тут только верхушки от брокколи. А они, может, еще и корешки. Конечно, они корешки кладут и все подряд. Лишь бы подороже денег взять. Ну, что, все? Все готово? Да, будем кушать. Нам приятного аппетита. А вам, друзья, уже сказала, подписывайтесь на наш канал. У нас есть канал 2 Континента Лай. У меня есть канал. Скажи, как он называется. Наталья Лэнгбин Влоги. Ну, мы ссылки оставим. И у внука у твоего есть канал. Он на английском языке. Так что, если ребятишки хотят, то пусть смотрят. Все, прорекламировали себя. Все, всем пока. Всем пока-пока. Приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует...